Наша панельная дискуссия называется «Важность софт-скиллов в современных реалиях». Позвольте представить наших спикеров. Это Сергей Анчутин, Антон Назаров, Андрей Смирнов, Глеб Михеев и Сергей Попов. Так, ну что, команда в крутых кроссах, вы все готовы? Мы готовы начинать? Тогда рыба-карась игра началась. Давайте начнем мы, наверное, с вопроса о том, кому нужны софт-скиллы, Джуну или Синьору. У нас, точнее у вас, а не у нас, по 5-10 минут на каждый вопрос. Погнали? Нет, у каждого. Софт-скиллы нужны всем. Синьору они нужны больше, чем Джуну, потому что Синьор решает более высокорудовую задачу, а Джуну научится, в том числе учится софт-скиллам. Кажется, уже всем давно должно стать очевидно то, что сложные продукты создаются большими командами, и команды должны эффективно взаимодействовать. И когда ты умеешь нормально поговорить и объяснить другим людям, которые, возможно, не такие крутые технически, как ты, что-то, что они не понимают, объяснить на нормальном уровне и найти общую точку соприсосновения, твоя ценность на работе, на рынке и вообще в жизни будет выше. Вот. Ну, давайте поначалу кратко. У меня тоже есть уточнение. Я, короче, приготовил свой приз. Это колонка за самый лучший вопрос, поэтому просто лучших вопросов всего не будет огромное количество. Я хочу сказать, что когда я был Джуну, у меня было огромное количество проблем из-за того, что я был полностью уверен, что самое важное — это технические скиллы. Меня звали на беседы, мне популярно объясняли, что никому не нужно, чтобы ты сделал задачу один, но быстро. Всем нужно, чтобы ты контактировал с командой каким-то образом, умел донести свою мысль. И если ты будешь сидеть насупленный за монитором и сделаешь ее там за три дня один, это будет гораздо хуже, чем если ты объяснишь, в чем твои проблемы, блокеры, запросишь какую-то помощь у менеджера, у коллеги, неважно у кого. Поэтому я бы сказал, что софт-скиллы нужны всем, и главное просто не забывать про то, что это компетенция, которую тоже можно качать. А я еще докинул следующую штуку, что отсутствие софт-скиллов, что оно дает команде и что оно портит. Это не зря называют токсичностью, потому что оно отравляет. Это рейд-коллектив. Представим ситуацию, у нас есть 100 человек, в ней 10 человек-эгоистов, которые лучше всех все знают и так далее. И так получается, что в случае, если такие люди приезжают в коллективе, они подавляют своим эго, своим поведением, тоже очень умных и хороших людей, но у которых нет этого эго, у которых нет задачи, не знаю, наступить кому-то на голову, пробежать вперед, показать, какой он классный. И у тебя коллектив становится более пассивным, он такой, ну ладно, мне пофигу, я посижу в углу. И в итоге на круг компания терпит из-за этого убытки, хуже разрабатывает, хорошие люди уходят и так далее. И поэтому это называется, собственно, токсичностью. И поэтому это отрава для бизнеса. А можно сразу, ты чуешь, можешь, приезжать в микрофон, а где найти эту грань между, собственно, эго и токсичностью? То есть как быть классным и ярким и инициативным, но не начинать всех хейтить за то, что они с той точки зрения какую-то херню предлагают? — Я бы апеллировал к общим ценностям. То есть пока коллектив объединен общими ценностями, он понимает, что он делает, зачем он уважает друг друга. Представим ситуацию, у нас разные политические взгляды, например, да, и есть два варианта ради событий. Либо мы с тобой постоянно ругаемся на этот повод, либо такие, я уважаю твое мнение, я его, может, не принимаю, но я его уважаю, и ты его уважаешь. У нас нет повода, например, для конфликта. Или, например, мы такие, допустим. Нам нужно сделать вот эту штуку, у меня такая идея, а у тебя другая идея. Есть два варианта ради событий. Если я эгоист, я говорю, моя идея круче, потому что ты дурак. А второй варианта ради событий, смотри, кажется, мы придем к нашей общей цели, да, вот этой штукой. Ты говоришь, а смотри, а лучше вот так, мы больше получим чего-то там, ну, типа, либо что-то избежим. И мы начинаем конструктивно говорить о том, как мы вместе куда-то дойдем. У нас нету просто идейно, да, у нас нету задачи рубиться между собой. Вот как только человек ставит свои задачи выше задач коллектива, вот здесь и начинается эта грань. Нет, но смотри, пример. Вы делаете какой-то продукт, хотите делать его максимально качественно. Ты техлит, и ты там жестко проводишь ревью, и кто-то на это обижается. Где тогда здесь найти грань? То есть код должен быть хороший. И ты как техлит делаешь все, чтобы он был хороший. И там, может, иногда, там, с твоей точки зрения, с чьей-то точки зрения, токсичишь в комментариях, и из-за этого кто-то обижается. Ну так, может, надо посмотреть, может, ты реально токсичишь. Может, ты людям грубишь, сказать, вот это плохо, твой код говно. Переделай, токсичишь ли, слушай, у тебя в коде есть вот такая-такая проблема, давай вот это докрутим, она пропадет. Это одно и то же. Я тебе сказал только в первом случае, я сказал, что ты дурак, и не лечишься. Делай, как я тебе сказал. А во втором случае я сказал, смотри, это наш общий код, ты его уже написал. Теперь нам нужно его докрутить и улучшить. Ну невозможно постоянно сохранять спокойствие, и когда-то у тебя все равно начинает бомбить, и ты можешь сказать какие-то жесткие слова. Для этого существуют психологи. Надо уметь принимать, что люди не идеальны. У меня как-то была история, я просто иду по офису, подлетает чувак, и мне вот так в лицо начинает орать матом. Вот у вас там, вот вы сделали, вы, вы. И вместо того, чтобы сказать, да ты что, я это сейчас... Просто щелкну, да? Я такой, как же тебе больно, что ты так сильно кричишь. Я тебя слышу, ты можешь со мной шептом разговаривать. Но ты кричишь, значит, ты не был услышан. Я такой, а что случилось? Ну вот, ты начинаешь по-другому смотреть на происходящее, в том числе и на токсичных других людей. Ну мы его, конечно, потом это уволили. Ну потому что он отравлял коллектив, его команда два раза поменялась. Это показать того, что, ну типа, вот тот самый человек, которого надо уволить. Ну давай, давай. Такси-чни-ча-еш, а не таксичишь. Давай еще за русский поговорим. Господа коллеги, вам слово. Как говорил мой первый тимлид, если ты хочешь проораться, ты выходишь в коридор, орешь, возвращаешься и дальше проводишь код-ревью. Поэтому очень часто он выходил, чаще, чем в туалет, и потом возвращался и продолжал проводить код-ревью. Я предполагаю, что он там делал. Но если на самом деле добавлять, я думаю, что вопрос там мидлов, сеньоров и софт-скиллов, он не стоит. Это понятно, что это надо уже довольно давно. Для джунов, от себя, как амбассадорство для джунов, да. Учитывая, что все джуны примерно одинаковые уровни в разработке сейчас выходят, там после образовательных проектов и так далее, там, по сути, выбор идет только по софт-скиллам, потому что, ну, плюс-минус уровень у всех одинаковый, и поэтому, хочешь ты или нет, надо учиться качать. В том числе многие ребята сейчас даже в образовательных программах всякие софт-скиллы учат, докидывают и так далее. Поэтому, ну, без софт-скиллов, конечно, это очень будет сложно, потому что даже для банального джуна, вот этот вопрос восприятия обратной связи, то есть, типа, даже та обратная связь, которую Глеб, например, привел в пример, у меня были кейсы, когда приходит чувак и говорит, слушайте, я тут уже у вас работаю две недели, я джун, но какое право тестировщик имеет критиковать мою работу? Типа, ты такой, ну, подожди, он же находит там баги, типа, я, это не баги, это не точности, которые можно пропустить. Ну, в общем, такие ребята долго не задерживаются, конечно. По поводу еще вот этого вот криков друг на друга, мне художественный руководитель театра, в котором я играл, говорил, что можно брать и орать, не выходя, вот, а просто очень здорово работает, если, например, есть там метро, или, ну, типа, просто орешь очень громко, пока едет, прибывает вагон метро, тебя, соответственно, не слышно, потому что, ну, оно орет очень громко, что при этом можно очень хорошо проораться и даже прямо от души, вот, либо прийти куда-нибудь в поле, если можно, и то орать там. По поводу софтов, ну, тут, на самом деле, коллеги все уже, наверное, сказали, что можно. Конечно, очевидно, что софт-скиллы нужны всем. Очевидно при этом также, что это будет разный набор софтов у джуниор-разработчика и у синьора, потому что условный джун, что главное нам от него нужно, чтобы он умел максимально быстро быть такой губкой, которая впитывает знания и очень быстро учится, поэтому там будут ключевыми являться там софт-скиллы командной работы, критическое умышление, всякое такое, ну, опять же, там, умение слушать, быстрая обучаемость. Вот, а сеньор, это уже... И плюс, опять же, важно отметить, что, как правильно сказал Сережа, сейчас джуны могут отсутствие хардов компенсировать своими хорошими софтами, и это будет выгодно их отличать при приеме на работу, потому что сейчас... Это очень важно. А сеньор, это скорее уже там то место, где харды решают сильно, но при этом в плане софтов нужно там иметь скиллы многозадачности, чтобы там тебя могли переключать с проекта на проект, и ты быстро погружался в один и отключался от другого. Уже наверняка тебе дадут какого-нибудь там джуна в нагрузку, и ты уже будешь... Тебе нужно уметь обучать других людей, давать им задачи и как-то с ними разговаривать. И, ну, по сути, софты станут здесь важной штукой, которая дополняет твои харды, но в некоторых случаях сеньоры, которые уже идут дальше в тем лиды, они харды оставляют на второе, а софты у них начинают идти в первую очередь. Наверное, все. Какое хорошее дополнение. А то так получается, послушаешь ребят и думаешь, нужен психотерапевт, и надо подкачаться. Психотерапевт в любом случае нужен. И подкачаться тоже не мешает. И прокачаться тоже. Слушайте, следующий вопрос. Сразу адресно я бомбану, потому что я знаю, что среди нас есть один, как минимум точно специалист, который в этом хорошо разбирается. Какие софты нужны, чтобы успешно пройти собеседование? Антон. Ну да, меня назвали, потому что как-то раз я провел эксперимент по проходу там типа 35 собеседований за месяц, чтобы просто собрать кринжовые отзывы о рекрутерах, какие-то моментики. Могу сказать, что самый важный скилл, ну меня, конечно, исправят коллеги, не люблю первым говорить, но тем не менее самый важный скилл это уметь себя хорошо продать. Ну то есть как выглядит обычный разработчик, который приходит на собеседование, вот спрашивает, чем вы занимались там последние полгода? Говорит, ну типа я implemented features и fixed bugs. Прекрасно понятно, что все люди в разработке скорее всего implemented features и fixed bugs, но как только человек может это сформулировать хоть немного в продуктовом виде, то есть там, например, мы разработали фичу, которая помогла, там снизила какую-нибудь нагрузку или там увеличила retention, к нам начало приходить на 10% больше пользователей, мы увеличили клики. Короче, как только человек приходит от, я написал 5 строчек кодек, мы сделали какую-то продуктовую цель и задачу, его сразу гораздо интереснее слушать, потому что когда вы рассказываете HR-у про то, как вы классно там мигрировали с одного фреймворка на другой, он в общем-то не понимает, он и не обязан вас понимать, если уж на чистоту. Но когда вы ему рассказываете, что вы помогли вашей компании чего-то достичь, это другое. И у огромного количества разработчиков есть такой блок. Ну вот я не такой, у меня не было никогда таких задач. Но как только ты начинаешь с ними разговаривать, вот по-разработчески узнавать, чем они занимались, сразу выясняется, что у них, оказывается, были такие цифры. Ну, например, я затащил интер, мы снизили время код-ревью на полтора часа, я, не знаю, наладил CI, мы уменьшили количество, ой, вернее, увеличили краш-прирейт. Короче, таких вещей масса, их просто нужно в своей работе научиться выделять, а не просто говорить, что ну я вот фикс бакс и имплемент фичерс. Я думаю, здесь бы я, кстати, еще докрутил бы, что тут разговаривают о том, что ну типа разработчик, который умеет говорить на языке бизнеса, он более выгоден бизнесу, потому что бизнес смотрит, приходит один, ну я там, не знаю, я рефачил, я там тест писал, я что-то еще, а он такой, а вот мы там, короче, вместе с командой, мы вот сделали вот это, вот это, стало классно, круто, и такой, о, ты понимаешь в бизнес, таких мало, ты для меня более ценен, и ты можешь быть отценив в два раза и так далее. И прикольная еще штука такая, что, например, если посмотреть, как собеседуют разработчиков, там все понятно, тебя гоняют по базе, которая тебе нужна в работе, и в основном харды, когда собеседует руководитель, такой, ну что, как дела, а чем занимался, а какие у вас там металлогии были применимы в разработке, а что, какие челленджи были в бизнесе, как вы с ним сталкивались, ты хочешь понять, как он решает проблемы бизнеса. Если вот ты себя покажешь, чуваком, который решает проблемы бизнеса, то совершенно по-другому будешь оценен. Да, во-первых, Глеб, у тебя проблема с окончаниями, не рефачил, а рефакторил. Да, да. Вот, я еще хотел докинуть, что, чтобы проходить хорошо собеседование, особенно вот на уровнях там выше медла, очень важно уметь, когда тебе дают задавать какие-то вопросы в ответку, в принципе, задавать их и задавать хорошие вопросы, потому что это как раз то, что отличает, ну, просто разработчика, который вот ходит там по 35 собеседованиям, от того, который действительно проявляет какую-то, ну, не инициативу, а заинтересованность именно в конкретном продукте, в конкретном там руководителе и задает ему вопросы, тем самым, во-первых, лучше запоминается, он показывает, что если эти вопросы действительно хорошие, там, про то, где там сложности в продукте, вот я услышал, вот тут вот вы рассказывали, а как вот у вас здесь сделано, этим ты показываешь, что ты, в принципе, довольно быстро адаптировался и разобрался, как вообще все работает, и при прочих равных из разных кандидатов выберут, скорее того, кто задает много вопросов. У меня есть, типа, фишка, но, опять же, не только у меня, я знаю, многие так делают, если я, например, собеседую человека на позицию темлида, и он не задал ни одного вопроса после всего интервью, я просто его не беру, всегда, потому что если человек не придумал ни одного вопроса, то на позиции темлида он просто будет неуместен, если он, ну да, да. Знаешь, я про вопрос, какую историю знаю в одной крупной компании, когда Джун начал в ответ задавать задачки и попросил собеседующего его решить, после того, как Джун сам решил задачки. Собеседующий не смог и отказал ему. Ну, все-всем отказали, видимо, да. Нет, на самом деле, я вот тоже слышал похожую историю, точнее, сталкивался с похожей историей, как рассказывал Антон. Ко мне приходил человек, который потом написал статью, как он проходил собеседование в 40 компаниях и задавал везде в ответку 22 вопроса, примерно одинаковых. Он прямо со списком приходил, и ко мне он тоже приходил, и эти 22 вопроса я тоже от него услышал, и спокойно на них ответил, он в итоге принял оффер и пошел ко мне. И это было очень забавно, всю эту историю наблюдать изнутри. И действительно, это интересно, и я думаю, это есть какая-то грань, где вопросы, которые ты даешь в ответ, для собеседующего превращаются из «О, этот человек заинтересованный и классный», в то, что он наглеет и уже начинает переходить какие-то границы. То есть, например, когда я там в докладе в прошлом году рассказывал, я ради прикола давал задачку, пролезет ли мышка между землей и этим, а мне в ответ говорили, сам реши, пошел куда нужно. Я говорил, ну, классно, здорово, конечно, мы не сработаемся. То есть это нормально, когда человек, который приходит на собеседование, он тоже собеседует компанию, которая вас собеседует? Начинать собеседование со слов «пошел ты»? Я на самом деле добавил к самому первому пойнту, что самое важное — это продажа себя, но это такой комплексный скилл, он разбивается, наверное, на очень много вещей, и самое важное — научиться понимать, кто нужен компании, потому что Глеб сказал, что всем нужны разработчики, которые знают в бизнес, но я вот сейчас Андрею показывал мем, попугая научили говорить что бы что, и он стал этим самым продакледом. И когда у тебя все разработчики знают в бизнес, думают только про бизнес, у тебя процесс превращается из написания в код, в постоянное обсуждение, что мы делаем. И если ты приходишь на позицию и понимаешь, что люди ищут человека, который будет писать код, типа не думая, что он пишет, ты будешь рассказывать, какой ты крутой, как много ты предлагаешь для изменения бизнеса, это плохо будет для этой компании. То же самое для Ржунов, потому что вот у Ржунов, я буду за Ржунов, типа хотите вы или нет, и в любом случае всегда все с этого всегда сводятся. У Джунов нету возможности рассказать свой предыдущий опыт, и как он там внедрил, сделал что-то быстрее, потому что у них обычно нет опыта. И в этот момент тебе довольно сложно продавать себя с точки зрения скилла, но здесь надо слушать, что тебе говорят, и прямо на собеседовании учиться импровизировать, и типа выкидывать какие-то поинты в пользу того, почему ты можешь помочь этой компании с этим процессом, или может быть у тебя был аналогичный опыт, или тебе просто это интересно. Именно поэтому у Джунов так плохо проводят собеседование, потому что опыта импровизации у них тоже нет. Я бы тут, кстати, добросил, я с тобой не до конца соглашусь, мне кажется, Джуна требуется в компании немножко другое. Мы как бы продолжаем говорить о том, что важно на собесе показать, что ты заинтересован в том же, в чем и компания, потому что им так происходит матч, так работает как бы, полюбив все. И я вот много сообщил Джунов, много брал их, мы их растили, вот это вот все. И на что я всегда смотрел, на что я больше всего обращал внимание. Харды, понятно, это просто планка соответствия. Софты, это то, что должно быть, чтобы просто человек мог говорить с тобой, да, и вот эти все базовые вещи, которые говорит Андрей. Но самое для меня было важное, и вот решающий именно фактор, это насколько горят глаза. Если приходит Джун, такой, ну, я там походил по курсам, вот я что-то сделал, вот это вот на курсах делал, и вот все. Ты такой, ну, да, планка есть. Или чел такой, а вот я там, короче, смотрю подкасты, вот я читал ту штуку, а еще, ой, я тут недавно ноду взял, а ты, слушай, а знаешь электрон? Я вот хочу бороть электрон, и я тут еще эти айоники, и такой, остановись, мы тебя уже берем, выдохни. И почему так, да, потому что ты понимаешь, что в работе будет ровно то же самое. Эти двое ребят, которых мы сейчас взяли в пример, они сталкиваются с одной и той же штукой, и второй такой, ну, у меня не знаю, не получается, подождут своего техлида. А Джон такой, сейчас попробую, разобраться, так кому-нибудь напишу, что-нибудь сделаю, он будет проактивен, он будет быстро расти, он будет быстро решать проблемы, и вот такие, они вырастают за год, за полтора вообще, и в Медлов у меня есть опыт, где чувак, красный дипломщик и мгушник, пришел, не умея практически программируя, только верстать умел. За полтора года, жестких проектов, тяжелых задач, вырос, и сейчас он лид в какой-то компании, которая делает цифровые копии заводов, 3D-шные там все, все бизнес-процессы показывают, он еще там полный хардкор, вот, потому что вот он задал вопросы, это было полтора года ужасно тяжелой жизни, но, потому что он такой, он вырос, вот, поэтому я вот обычно пытаюсь брать таких чуваков, потому что они хотят расти, и в них тогда импактить, есть смысл, тебе как рутодайд, или тебе как лиду, вот это все, спасибо. А сейчас нам даст комментарий Антон, и он будет последний. Да, хорошо, все. По этому вопросу. Да, я, во-первых, хотел сказать, что ответ на задачку Андрея, да, пролезет под диаметр, эта дурацкая мышка, во-вторых, я буду отвечать сегодня за волчьи цитаты, короче, если вы смотрели фильм, где есть роршах, он говорил, это не меня с вами заперли, это вас заперли со мной, поэтому вы приходите на собес, и начинаете, ну вот, вот как только что сказали, просто разрывать, то есть, а что у вас по процессам, а как вы меряете метрики, а что по тестам, ну-ка рассказывай мне, что человек просто должен на другом конце опешить и понять, ну, этот человек явно понимает, он явно разбирается в разработке, мы его берем, и, ну, вот, честно, по-моему, это легко сыграть роршика, хотя бы на протяжении 30 минут, ты просто, ну, там, пять вопросов, которые надо задать, и выглядишь очень умным парнем, а если ты сидишь и мнешься, и такой, ну, я вот там прочитал, чем два равно, трех равно отличается, ну, наверное, тебе будет гораздо сложнее. Я дополню буквально одну штуку, просто вот тут пример, который привел Антон, он хороший, но все-таки важно очень держать грань, потому что горящие глаза и бешеные глаза, это разные вещи, и человек, который действительно приходит, и как Антон начинает прям заряженный, пытаться разорвать тебя на собеседовании, его начинаешь бояться, а собеседующий, он тоже человек, и у меня было такое раза три в жизни, когда я действительно настолько активен был кандидат, что мне буквально было просто, типа, страшно, а что будет, если я его пущу к команде, потому что он, видно, что прям, ну, немножко выше неким градусом активности, чем все остальные, и если, например, есть, ну, у меня, например, было такое, что были разные команды по-разному, и в этих командах был разный уровень активности, я мог выбирать, то есть я брал и мог примерно понять психологически, как встроится кандидат в разные команды, я понимал, что, например, сюда он подойдет, именно по психотипу, а сюда не подойдет, да, так что аккуратней. Да, еще про это комментарий, не всегда, это потом с реальностью совпадает, то есть тебя там чувак завлекает на собеседовании, он такой активный, а потом приходит на работу и там ничего не делает, плохо работает. Оказался Антон, который полчаса играл Роршаха. Да, да, вот у нас был такой случай недавно, чувака уволили через месяц, хотя он был обоил неплохо. Денег-то вы ему заплатили? За месяц заплатили. И на этой позитивной ноте я предлагаю закончить с этой темой. Я вижу руки из зала, напомню еще раз, у нас все вопросы будут в конце, иначе мы не остановимся вообще никогда и просидим до следующего дампа с вами здесь, потому что я знаю этих ребят, их не заткнуть, как бы поэтому, да, давайте-ка мы, давайте-ка мы, давайте-ка мы перейдем к вопросу, который тоже очень классный на самом деле, я уверена, что вам сейчас будет много что рассказать. Чем отличаются софты на собеседованиях на локальном рынке и в иностранных компаниях? И сейчас нам ответит Антон. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что у меня всегда была мечта, ну как, последние пять лет дорваться до европейского рекрутера и спросить, вот чувак, как ты нанимаешь? И я таки дорвался и спросил. И оказалось, ну я это сам знаю, потому что я последние пять лет работаю на валютных удаленках, ну вот у меня типа восемь собеседований из одиннадцати проходила, ну вот только что говорили так про темлида, да, расскажи как дела, у меня так же было на разработчика, то есть вот RxSwift, да, мне говорили, вот как тебе RxSwift? И от меня не ждали там, что я начну рассказывать про основные паттерны, какие-то типы, API, просто, ну вот какую проблему он помогает решать, будет ли нам выгодно использовать этот фреймворк, зачем он в целом нужен, то есть вот зачем фреймворк, а не нативный код. И, ну, это техническая часть, то есть она очень выражена не в форме экзамена, где тебя пенетрируют и спрашивают, сука, чем отличается 2 равно 3, отвечай мне, вот, а спрашивают тебя про твой опыт и вот зачем или как ты использовал те или иные технологии. И обязательно, обязательно после технической части идет огромная секция, это иногда разбито на 2, на 3 собеседования по поводу софт-скиллов. И это вот эти вот ваши любимые вопросы, типа, как ты решал конфликты на своем предыдущем месте работы? Или там, какой твой самый большой провал? Или вспомни случай, когда ты пошел на перекор своему менеджеру и оказался прав. И надо понимать, что это вопросы не в стиле, типа, кем ты видишь себя через 5 лет. То есть они не бессмысленный бред, который нужно спросить, потому что надо что-то спросить. А это вопросы, направленные только на одно. Людям надо понять, будешь ли ты командным игроком. То есть сможешь ли ты хорошо выполнять свои задачи в команде других людей? Сможешь ли ты, если кто-то напишет неправильную строчку кода, подставить 4 пробела вместо 2, не дать ему по щам, а нормально договориться с ним? Сможешь ли ты нормально код-ревьюить? Ну, типа, вот такие вот вопросы. У меня очень много материалов на эту тему, потому что вот так уж, наверное, можно так говорить, да, у СНГ-разработчиков есть большое искажение по поводу интервью, что это экзамен. Если ты проходишь, тебе тут денег. Если ты не проходишь, то ты идешь на следующий экзамен. Ну, на самом деле, это обоюдоострый экзамен, где, ну, типа, дружеская беседа происходит. Сможешь ли ты быть моим хорошим товарищем на рабочем месте? Если ты не сможешь, то ты, ну, мы с тобой не сработаемся, ты идешь нафиг. Мне, в принципе, наплевать, знаешь ли ты лучшие практики джаваскрипта. Главное, чтобы ты мог со всеми хорошо работать. Я умолкаю, но я хочу сказать, что вот реально 90, ну, может быть, 80 процентов собеседований было именно по culture feed, по behavioral feed, про то, что ты не дурак. Наплевать, что ты знаешь по технической части почти целиком. Главное, какой ты командный игрок. Ну, вот, Google и Facebook, если тебе есть затуда, это совсем другое будет. Там достаточно серьезные харды нужны, и там алгоритмы, которых в России, возможно, спрашивают уже мало где, спрашивают везде, и нужно прямо задрачивать всякие лид-коды и подобные сервисы, решили алгоритмических задач, читать про то, что спрашивают про систем дизайн, и даже уже куча стартапов развелось относительно того, чтобы подготовить тебя к собесу Google и Facebook. Еще забавные случаи мне про Amazon рассказывали, где отказывают просто по непонятным причинам, и там HR как-то смотрят на твои софт-скиллы, характеры, если ты не готов там ебашить за деньги, которые дает Amazon, 24 часа в сутки, то тебя не возьмут, если там ей так кажется просто от разговора с тобой, говоря о софт-скиллах. Нет? Можно ругаться матом? Извините, нельзя ругаться матом. Скажи, что я не фанг, вырежуясь. Ну типа это будет не фанг. Да, Антон говорит, что он говорил не про фанг, а про стартапики. Ну, я по опыту ребят, вот, я сам не устраивался за рубеж, не знаю почему, вот, сейчас самое время, видимо, вот, но из тех ребят, с которыми я занимался, которым помогал, типа, туда переехать, вот этот вот опыт, он, ну то есть, был чувак, который говорит, я пришел на Сабес по разработке, меня спросили обо всем, кроме разработки, ну то есть, типа, я не понимаю, он говорит, честно говоря, меня приняли, он говорит, я не совсем понимаю, то есть, он говорит, я бы мог просто прийти, как хороший парень, там, небольшой смокток, и меня взяли на работу, но они даже не знают, умеют писать я код или нет, то есть, типа, ты там уже, ну, иногда бывает там второй этап, вот эти технические скоринги, и так далее, и тому подобное, но вот у них реально большинство Сабесов проходят в формате такого дружеского общения, потому что, ну там другая культура, то есть, вот, я бы, наверное, сказал, что у нас просто низкая культура собеседований в общей массе, да, типа, понятно, огромное количество компаний, которые заморачиваются, но в среднем, да, если взять там, типа, в срез по всей России, тут реально как экзамен, тебя там могут прийти 10 человек, 5 из них будут сидеть в телефоне, не факт, что у тебя вообще будут проводить какие-то софт-скиллы, тебе будут задавать эти дурацкие вопросы, но это, наверное, галочка, что это вот компания не прошла, да, сама по себе собеседование, вот, поэтому, ну, культура, конечно, отличается, и там, в первую очередь, важно уметь говорить, уметь рассуждать, ну, и, как сказал, Тон, ты не дурак, типа, что ты понимаешь, что вообще происходит. Да, я хотел добавить, про... Что у вас там? Мем какой-то? Так, так, пацаны, не отвлекаемся. Да, хорошо, значит, суть в чем, я еще хотел добавить, у меня была довольно забавная история, опыт того, как я проходил ради интереса интервью на позиции инжиниринг-менеджера за рубеж, и для меня это было абсолютно новым, потому что, когда такое делаешь в России, то тебе пытаются как-то встроить, то есть ты разговариваешь с какими-то высокими позициями, там, с СТО, с СЕО-компанией и так далее, и тебя пытаются как-то проверить кучей всяких там кейсов разных, и как-то они в любом случае даже на таком интервью пытаются это все превратить в какой-то процесс, чтобы четко, вот как сказал правильно Антон, очень классная фраза, конечно, что да, в России все-таки, как ни крути, но интервью превращается в экзамен, а не в разговор. При этом за рубежом это было очень забавно, у меня было 7 интервью, и меня по факту именно классическим собеседованием не было ни одной из них, то есть меня успели познакомить со всеми теми, с кем я бы работал в этой компании, то есть меня познакомили с СЕО-компанией, с моим руководителем, с моим коллегой, с моим будущим подчиненным, с продакт-оунером того проекта, где бы я был инжиниринг-менеджером, и все задавали как бы вопросы скорее именно на то, насколько им будет комфортно со мной, как с их коллегой, и где-то пытались очень гладко встроить какие-то кейсы. И единственное, что вот самое такое странное, что я встречал, и это прям сильно диссонирует с тем, как это происходит на российском рынке, меня такого никогда не спрашивали, меня спросили, каким образом я решаю проблему гендерного равенства у себя в отделе, вот, и я, благо у меня были истории, как я нанимал в две свои компании, где я работал, как я нанимал трансгендера, и поэтому я эти истории рассказал, они им очень понравились, очень зашли, но, ну, вот такое тоже могут, например, спросить, и опять же у нас, вот, это воспринимается, что это такая, типа, смешки, и довольно забавная история, но там действительно для них это важно, они со всей серьезностью к этому относятся, и опять же, если там вы в итоге хотите попасть на какую-то роль, типа инжиниринг-менеджера, нужно, чтобы у вас был опыт, или хотя бы придумайте какой-то в голове, как вы будете отвечать на вопросы, где он будет касаться того, как такие проблемы решаются. Я буду краток, скажу в завершение, я не нанимался лет 13, наверное, 14, сколько там, последний раз это было, когда я в NVIDIA, не NVIDIA, NVIDIA туда нанимался, но тогда там было все еще так по хардкору, это наши русские команды, там сидят у нас в Москве, вот это все, вот, но я много собесил, и вот как бы вот на собесах, я вот, как раз не люблю вот это вот, мучать людей какими-то вопросами, типа, как работает гарбуч-коллектор, а как работает вентлуп, честно, по базе гонять, он не будет сталкиваться ни с гарбуч-коллектором, ни с вентлупом, он будет сталкиваться с фреймворком, и он должен понимать общие штуки, и ты как раз спрашиваешь, а в чем прекрасность-то RX, а только у нас RX-GS, да, в чем главный смысл, как, почему он нам архитектурно там нравится, и так далее, и ты очень хорошо понимаешь, понимает ли вы человек или нет, вот, и более того, я люблю еще такие форматы интервью, пойдем сходим за кофе, пойдем я тебя угощу пивком, там, ты сидишь, общаешься, потому что цель, пообщаться и посмотреть, что за человек, потому что тебе с ним реально жить, вот, и последняя мысль, было очень приятно, удивительно, после одного из таких интервью, встретил парня, прошел год, звучит как это, как история любви, какая-то вечеринка, и подкопарит, о, здорово, слушай, мы тогда с тобой пособесились, ты мне вообще жизнь, типа, поменял, ну, как-то странно, а мы просто о жизни много говорили, и вот реально, вот, такими, ну, какими-то идеями, когда ты проверяешь майнсет, что-то правильно рассказываешь, и так далее, ну, типа, ты реально можешь пахнуть на людей, даже просто поговорить с ними один раз, вот, даже для того, что ты в компании. Салтинг много денег берут, за что вот так жизнь настоит. Да, такое происходит иногда, это очень правильно. Да, я еще хотел добавить, в принципе, на мой взгляд, в России культура, именно вот, в собеседованиях экзамена, это плохо, да, это сломанная штука, которую, наверное, если у вас есть возможность как-то на это повлиять, и ее там изнутри компании менять, то есть, например, я во всех компаниях, в которых я работал, я беру и последовательно пытаюсь любой вот такой интервью, как экзамен, превращать в нормальный, обычный диалог, где может, где это не экзамен, где ты разговариваешь, у меня ни разу не доходило до того, чтобы я с человеком пил пиво, но я возьму на заметку, вот, но на самом деле, действительно, это очень круто, и мне кажется, что в целом практика того, как работают за рубежом, что они именно понимают, насколько человек притрется, а остальное все второстепенно, там, условно, английский доучат, JavaScript можно доучить, а вот то, какой-то плохой человек, уже поменять в твои, там, 30 лет не получится. А можно уточнить еще у тебя, в чем сложность найма трансгендера, это чем-то отличается? Нет, для меня ничем не отличается. Нет, нет, я могу абсолютно очень хорошо ответить, у меня, как бы, здесь очень хорошая позиция, и для меня абсолютно ничем не отличается, для меня главное, какой был человек-разработчик, вот, но в любом случае, это был такой тонкий лед, в котором мне нужно было убедить всех остальных вокруг меня на роли руководителя, что действительно, это главное, что это хороший разработчик, а в остальном, вообще не важно, какой он человек, ну, как бы, главное, чтобы он мог просто найти общий язык с остальными. Все. И тут я, кстати, добросил бы, если у тебя это вызывает удивление, то как ты мог там, на ней, а с ним работать, ну, все, ты уже получил ответ, да? Вот эта эмоция какая? У меня был вопрос, какая сложность еще была, типа, у меня, воборот, никаких сложностей нет, типа, просто ты рассказываешь другой компании, как нанимал трансгендера, ну, просто взял на имя, как, как всего другого. Спросили, нанимал ли ты, ты сказал, да, я нанимал, типа, обычно, я к этому отношусь, и все, так это было? Ну да. Для них это важно. Мне кажется, мы сейчас уже уйдем, знаете, в тему, какую важно ли, что он чавкает или нет, и вот это вот все, мы уже частично перешли, на самом деле, к нашему четвертому вопросу. Можно про чавкание прокомментирую? То есть все-таки, я так понимаю, это важный, да, вот вопрос? Нет, иногда бывает ситуация, и это обычная ситуация, когда там, а человек пахнет, это нормально, попроси там его руководителя нежно донести, что нужно почаще мыться, что что-то не так. И это лучше, чем терпеть. Вот реально такие ситуации в практике немного раз случались. Просто надо разговаривать. Это софт-софт-спил. Например, в микрофон, кстати, заметь. Ну и судя по всему, короче, мыться и не чавкать. Поэтому, ребят, у меня следующий вопрос. Что такое culture fit, интервью, и как его легко пройти? Частично мы уже немножечко прошлись, поэтому, поэтому вот прям по-быстрому бацали каждый, вот буквально по несколько тезисов. Антон, ты начинаешь. Спасибо. Я хочу добить, что, короче, пахнуть для айтишника это нормально, ничего страшного там нет. Во-вторых, конечно, записывайтесь к нему на интервью, потому что халявное пиво, но не знаю, я бы сходил поболтать. Cultural fit это бехаверное интервью. В России, честно говоря, без негатива проходить его не умеет. То есть, обычно это выражается в какую-то кринжовую форму, типа, ну, вот, реальная история, а вот ты спортом занимался, я говорю, ну, горнолыжник там, КМС, типа. Ну, я вот спортсмена сразу уважаю, вот они, видно, что нормальные пацаны. Я такой, чего? Ну, типа, как это относится к моей умению войти в коллектив? Спортсмены бывают полные уроды и не уроды, и это вообще ни на что не влияет. Но не суть. Короче говоря, калшеры, бехаверное интервью, буду говорить только про удаленные, ну, вот я уже отчасти ответил на этот вопрос, это всегда какие-то кейсы из твоей жизни в команде. То есть, ну, типа, вот был у тебя конфликт, и тут очень важно готовиться к нему так, что вот, если прям не уверен в себе, открой там топ 100 вопросов, это уже давно выписано на гитхаб, какие-то гайды, типа там топ 100 вопросов про бехаверал. Там обычно там топ-3 конфликт, какой самый был большой, с менеджером не поладил, взял на себя больше ответственности, переработки. Как реагируешь на переработки? У тебя всегда должен быть кейс. То есть, ответить на вопрос, какой у тебя был самый большой конфликт, ну, я как-то неконфликтный человек, типа, никогда не конфликтовал, это не проходит. Потому что всем понятно, что за год разработки ты хоть раз с кем-то успел по... Ругаться. Ругаться. Поругаться, абсолютно верно. Вот. И, ну, если нету из работы, вспомни универ, нету из универа, вспомни из школы, замаскируй под универ. Ну, потому что точно, совершенно, ты в жизни с кем-то конфликтовал. И людям наплевать на твой конкретный кейс. С кем, почему и как. Людям нужен, внимание, инструкция. Вот, какая ситуация была, кто в ней был не прав, ну, не прав, а кто с какими аргументами к ней подошел. Кульминация, то есть, что конкретно произошло, как вы отреагировали на друг друга, дали вы по морде и так далее. Вывод, то есть, решил ли ты, что так делать было нельзя, или ты решил, что так делать надо, или ты придумал как-то, что надо было делать получше, и, наконец, итог. Во что это все вывалилось, да, вот, типа, итог для компании, ну, и после этого ты перечислаешь, как бы ты решил эту проблему в следующий раз. Неважно, хорошая должна быть эта история или плохая, главное, что у тебя должен быть четкий вывод. Я из этой истории понял, что теперь, когда кто-то поставит четыре пробела, я подойду и поговорю. Я не буду взлетать в него с ноги и говорить, ты че, дурак, только два пробела можно. Потому что людей не интересует конкретный кейс. Как там звали твоего коллегу, почему поссорились, поссорились. Вот, интересует именно то, как ты вышел из этой ситуации. А если ты расскажешь, что всех затиранил, и тогда они все в срок задали, и для бизнеса был эффект. Слушай, я нанимаюсь в основном на разработчиков-шестереночников, поэтому, ну, для меня нужна именно не конфликтная фигня. По опыту, если ты говоришь, ну, вот менеджер сказал, надо сделать так, но я сделал по-другому, и для бизнеса это было лучше, мне говорят, ну, ты дурак, вы не проходите, потому что бизнесу, главное, твоя предсказуемость. Если бы я шел на менеджера, вот тогда мое мнение про продуктовую составляющую, аналитику и так далее, было бы важно. Когда я иду на исполнителя, у меня проверяют качество исполнителя, я, конечно, могу сказать, а почему, или там, чтобы что, но это не мое волейбол-качество. Мое волейбол-качество написать код, чтобы работало. Не знаю, я вообще не люблю людей любых специальностей, разработчиков, тестировщиков, дизайнеров, которые тупо делают работу, которую сказал менеджер. Нужно всегда думать головой и давать импакт в продукт, и думать о том, что ты делаешь вообще. Спасибо, что поделился. А было ощущение, что ты сейчас скажешь, я не люблю людей. Точка. И вот как раз насчет вот этого я не люблю людей, или да там один дурак, я с ним подрался, долбнулся, все в порядке. Вот там же еще важно, что они смотрят, а как ты вообще с конфликтами, а как ты вообще сам реагируешь на конфликты, как ты там обвиняешь, не обвиняешь, как ты смотришь на конфликт, как ты его разбираешь, насколько ты вообще думаешь над тем, как ты думал в тот момент, или как ты рефлексируешь, готов ли ты признать свою неправоту и все остальное. И тут есть некоторый хак, Жалко, что ему не все, а потом рассказываешь, как ты там очень такой весь правильный и правильно все это смотрел. Ты притворяешься, да, здесь, скорее всего, ничего не получится, поэтому, наверное, надо, типа, соответствовать этому, да, и вот если ты, например, сам очень грубый такой весь гопник, а потом пытаешься из себя строить там няшку, да, ну, типа, то ничего не выйдет, и поэтому, наверное, нужно сначала самому стать лучше, а потом просто говорить о том, какой ты есть, и все. Ну, типа, мне кажется, здесь ты особо ничего из себя не... В общем, если ты обманешь, то ненадолго. Вот что я хочу сказать. Да-да, все верно. Я не знаю, честно говоря, сейчас, как этому добавить, поэтому... Так, я что хотел добавить, во-первых, тут что важно отметить. Вот на моем опыте вот эти вот все истории, когда я задаю вопросы, там, какой был самый главный конфликт и так далее, мне кажется, две трети из них люди придумывают. Вот, поэтому, в целом, тут, наверное, совет и от меня, что если вы придумываете, придумываете историю, придумываете ее поподробнее. Потому что, как правило, если человек начинает рассказывать какую-то историю про там свой конфликт, при этом он берет, и ты пытаешься в него углубиться, и ты видишь, что человек плывет, потому что он просто не придумал начало этой истории, вот тут нужно действительно, как Антон сказал, если уж придумываете, придумываете прям полноценно историю с начала до конца, с введением, с кульминацией, с выводами. Плюс к этому важно отметить, что эта история, она должна как-то сочетаться с тем, какой образ вы вокруг себя создаете. Потому что довольно часто бывало такое, что люди приходят и на непридуманные, ну, то есть на один вопрос видно, что он ответил не придуманным ответом, а реальным, а потом на другой он отвечает придуманным, и он совершенно становится как будто бы другим человеком, и ты видишь, что это неправда. Это тоже сразу же людей может отпугнуть. И по факту в итоге, если это все подытоживать, то вот действительно есть список всех этих вопросов, они довольно классические. Самое главное здесь взять и заранее, до собеседований, хотя бы примерно попрактиковаться и эти истории у себя в голове сформулировать. Потому что если эти истории будут в голове, хотя примерно сформулированы, вам не нужно будет их вспоминать непосредственно на интервью, то, как правило, вам уже будет легче все эти разговоры вести. Да, что ты хотел? Похлопайте, если хотите, чтобы я пришел к Андрею, рассказал ему две выдуманные, две настоящие истории, и посмотрел, как он их отличит, самоуверенный уродец. Ты же обещаешь, да, все это записать? Конечно, ну я выложу, да. Отлично. Вот он пример токсичности. А после этого они пойдут пить с тобой пиво? Конечно. Можем во время. Можем. Так. Да, про конфликты тогда лучше разговаривать под пивом, тогда будет меньше риск, что будет выдуманная история. Следующий вопрос, я полагаю. Следующий вопрос, ты все верно полагаешь, по которому мы пробежимся прям очень-очень-очень быстренько, потому что в сегодняшней нашей теме мы уже 300 раз по этому прошлись, и типа мы сейчас просто сделаем сборную соляночку. Какие софты нужны для роста по карьерной лестнице? Да. Да? Следующий вопрос. Давайте лучше Андрею, у него там был об этом доклад. Нет, не будем? Чего там 40 минут? На каждом этапе. Андрей, клятвенно пообещай, что это будут не 40 минут. Я вам помогу. На каждом этапе карьеры свои софты. Да, у медлов, у джунов, у медлов, у сеньоров, у руководителей, у сети о левел и так далее. У джунов надо быть губкой, да? Да, у джунов там губка-бопа, вот это все рядом с этим. А у си-левел чуваков это стратегическое мышление, какие-то большие штуки, навыки, презентации и все остальное. Потому что там это важнее. И тут на самом деле на каждый левел, на каждую вакансию, позицию надо смотреть, а где у него зона экзекьюшена. И какие софты там как бы помогают максимально. Все, их выбирать. И это можно применить к любому. От такой цифровизации до заводов, там кондитерских фабрик, кондитерских маленьких бутиков, вот ко всему. Раунд. Не переживай. Эти злые дяди... Не, я не буду, он отлично рассказал. Все супер. Все. Там еще должна быть задача пролезть для мышки. Ну вот, а у меня была такая прекрасная шуточка про злых дядей, драные джинсы, а ты мне все испортил. Не пойду с микрофона к тебе больше. Гайс, кто дальше? Давайте. Кажется, дальше это следующий вопрос. Ок. Т-шейп или... Да. Или просто развитие. Я так понимаю, что мы про это уже тоже поговорили? Вообще ни разу не затронули. Вообще ни разу не затронули. Тогда трогаем. Трогаем. Так, кстати, мы эту тему еще классно развили на мобильном этапе неделю назад в нашем YouTube-канале. Вот если убьете YouTube, то название. Там последний лайвстрим. Там был то, что такое круглый стол. Про T-шейп тоже говорили. И сейчас тогда поговорим еще. Когда ты понимаешь, как работают... Ты разработчик, понимаешь, как работают менеджеры, тестировщики, дизайнеры. Ты можешь более эффективно свою работу выполнять. Можешь эффективнее до них доносить мысли и давать им какие-то задания, которые нужны тебе. Потому что ты знаешь, как у них все устроено. Поэтому T-шейп, он полезен однозначно для развития тебя. Да, и хочется добавить важную разницу, что T-шейп это не равно фуллстэк, который там и фронтенд, и бэкэнт, и на дуде игрец вообще такой многостаночник. Это бизнес такой, нам нужно T-шейп, а на самом деле они просто такие, нам западло всю команду кросс-функционально собирать. Возьмем двух людей, пусть делают все. Вот это как бы неправда. Это именно вот как раз об этом, что иногда ты можешь подхватить, ты лучше коммунициируешь, и вот это все. И для бизнеса ты более как бы гибок. Но это не равно, что ты всегда работаешь за всех сразу. Не только для бизнеса более гибок, тебе самому комфортнее работать, когда ты понимаешь, что все происходит вокруг. Да, и это помогает как бы тоже расти и развиваться, потому что если мы говорим о том, что нам, например, у нас есть коллектив, вот представьте, что все, кто сейчас здесь сидят, это коллектив. И нам нужно взять какого-то руководителя, который будет руководить нам новым проектом, в котором будет 40 человек, он должен и фронтенд, и бэкэнд понимать, и вот это все знать, и вот это вот, ну и так далее по списку. И вот они сидят, смотрят такие, о, Василий, он фронтендер, несколько лет писал бэкэнд, умеет в аналитику, помогает даться с тонистом, ну вообще хороший парень, вот давай мы его, и самое главное софтовый, и может вести за собой, потому что он такой неформальный лидер в коллективе, давай его формализуем, отдадим ему проект ответственности, 3-4 команды и побежали. И как раз его начинают выбирать именно стишейпа, потому что мы четко понимаем, что чувак везде там в теме, и поэтому он нам выгоден как бизнесу, потому что на него можно навесить, и скорее всего он вывезет. Раунд второй. Ты должен так бросить его вниз. Я хотел сказать, что я наброшен ребят, потому что тишейп это очень классно, но я вот за свои 6,5 лет разработки один раз позанимался бэкэндом, потому что так сложилось, что на iOS не было задач полгода, и мне такие, ну давай бэкэнд может, и я такой, ладно, хорошо, Node.js обожаю. Но, но, у меня есть тишейп, который приводит вот Андрей, например, в своем докладе, еще люди говорят, что надо учиться играть ртом, поэтому, ну я вот, если сегодня на автопате мне дадут напиться и допустят к микрофону на Latin Talks, я буду про это подробнее рассказывать, но в целом очень важно говорить языком. То есть, если вы хотите, например, учить кого-то, писать в Твиттер, писать статьи, записывать подкасты, вот уделите реально время этому, потому что, конечно, можно пойти и выучить очередной язык, но это вам даст умение знать еще один язык. Если вы пойдете и научитесь делать какой-то проект, в котором есть пользователи, они лайкают вас, там смотрят, не думайте, что это какое-то дурацкое инфо-цыганство. Во-первых, вы сами научитесь понимать материалы и пересказывать его джуниорам, новичкам, кому угодно, ну хоть брату младшего, наплевать. Во-вторых, это просто, наконец-то, свежая отдушина, как будто кто-то форточку открыл. То есть выучить плюсы после того, как ты уже выучил Objective-C, это, конечно, великолепно интересно, но а тут ты такой, ага, у меня не все яйца лежат в одной картине, оказывается, я получаю удовольствие от того, что я программирую, и еще я получаю удовольствие от того, что у меня выпуск подкаста собрал 10 лайков, и еще я получаю удовольствие там от 5-го, 10-го, 3-го. Вот, на мой взгляд, T-shape именно это. T-shape надо воспринимать, я вижу, брат, подожди. И T-shape надо воспринимать не как T-shape разработчика, потому что это удобно бизнесу. T-shape надо воспринимать как T-shape человеческой личности, которая вот типа 70 лет, вы умираете в конце, к сожалению, но нужно что-то придумать веселое, чтобы как-то диверсифицировать свои усилия. Я бы предложил вам думать о творчестве. Как же я с вами не согласен. У тебя простого такого не было. Ну, смотри, я 19-й год в коммерческой разработке, и разные истории повстречал, в том числе и с своим участием и так далее. И в работе очень классно, когда ты такой понимаешь, что проблема у девопсов, пошел, помог. Понимаешь, что проблема на сетевом уровне, на роутинг, на чем-то еще, пошел, разобрался, помог. Нужно срочно получить микросервис, нет возможности кому-то это, ну, типа, припихнуть задачу. В первый раз взял Java, чуть-чуть поковырял, через два часа готовый микросервис. И ты, во-первых, это очень возбуждает. Ну, Java я имею в виду, конечно же. Но ты это говоришь специалисту по языку, надо не забывать об этом. Либо, например, там, так, а что я хотел сказать? А, ты можешь помочь и дизайнерам, и что еще, и как правильно там что-то там спланировать. И это реально тебя делает крутым, тебя делает дорогим, да? Ты, ну, типа, ты явно отличаешься от всех, ты быстрее вырастешь, у тебя будет вообще внимание, буду еще навешивать на все твои крючки, всевозможные проблемы, задачи, и ты будешь как бы, ну, экспоненциально расти. Вот поэтому, да, да, но это требует некоторых работ над собой. Это просто ты их за это заморил. У Антона же просто другая жизненная философия, он еще не дорос до такого уровня работ. Все? Есть? Нет, есть, конечно. Работает? Да. Работает. Я, наверное, хотел бы добавить, что вот Андрей сегодня рассказывал доклад, что Глеб как раз сказал, что ты на тишей, пиран или поздно станешь повыше, типа, руководителем тебя сделают. Андрей сегодня рассказывал, как люди становятся руководителями, к чему это приводит. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что здесь, наверное, надо смотреть, то есть, возможно, на определенном уровне развития лучше развиваться вглубь, когда ты лучше развиваться вширь. Наверное, вот лично для меня, например, тишейп стал актуальным, когда я начал понимать, что я, типа, ну, вот ты не понимаешь, куда тебе дальше расти, вот ты вроде как в потолке, а вот слева-справа у тебя как раз что-то есть. Ты начинаешь туда качаться, и у тебя в конечном счете вот этот вот неосознанно даже, может быть, типа тишейп какой-то получается. Но, наверное, важно сказать, что есть люди, которым это не надо, и они хорошие специалисты, востребованные, которые прекрасно решают свою работу. Есть люди, которые в этом нуждаются, и не надо пытаться, если вы понимаете, что это не ваше сейчас, пытаться принудительно развивать свой, там, типа, тишейп, потому что вам это может в итоге не понадобиться, или наоборот привести вас туда, когда вам это не надо, либо наоборот, да, помешать вам, ну, очень сильно что-то сделать. Да, и это, ну, к этому надо осознанно, на самом деле, подходить, и выбирать и момент правильно, и понимать вообще, нужно ли вам это как человек. Нет, не будет, Андрей. Кстати, в жизни вообще лучше попробовать, попытаться как можно больше разных видов деятельности, там, вот даже не только внутри IT, а в принципе. Вот, и когда вы учитесь, это еще заставляет ваш мозг работать, если говорить о здоровье, и оно вам помогает как можно более позже заработать себе альцгеймеры. Вот, и у меня еще такая мысль возникла о том, что классное универское образование в тех вузах, в которых нормально IT учат, оно как раз дает сразу на базовом уровне тишейп, и дает возможность попробовать все профессии еще в универе. Поэтому не пренебрегайте этим, если у кого-то... Я попробовал все профессии, которые мне так и не пригодились. И как это не дало тебе ничего в жизни? Тебе не было интересно это попробовать? Не, мне универ дал единственную вещь... Ну как он... Он меня учил программированию, я, блин, стал программистом. Я имею в виду все вот это вот, то, что было вокруг, оно ничего не дало. Но универ зато дал очень хороший способ решать проблемы, вылезать из дерьма, когда вот ты ни разу не был на паре, а тебе нужно получить тройку. Что вот ты сделаешь? Забудешь все, чему тебя учили в школе? Как это обычно говорят, и начнем учить все заново. Гайз, мы выходим слегка за рамки. Давайте, у нас последний вопрос, и мы переходим к вопросам из зала, потому что я чувствую, что я предполагаю, что их будет много, да. Поэтому сейчас вы словите на вентилятор. Все хотят поспорить, и не могут. Давайте мы, наверное, ответим на последний вопрос. Можно ли? Антон, я начну с тебя в этом вопросе. Ты сегодня просто фейворит. Можно ли доболтаться до того, что тебя уволят? Да нет, ну, наверное, от меня хотят одну историю. Короче, на прошлом дампе я выступал с докладом про то, как работать на двух работах, делать минимум, получать две зарплаты. И вот вы могли бы подумать, что, Антон, как так? И у меня мама постоянно говорит, что хватит выпендриваться, а то дадут тебе люлей. И, короче, ну, как-то раз, один раз в жизни я написал статью на Medium, ее полайкали, я сходил во фронтенд юность, кто-то, может, еще помнит такой подкаст. И мне девочка HR-бэкэндер хорошее сочетание, но она правда и бэкэнд проглала, и HR-мпала. Тишейп. Е. Софт скиллы. Короче, да, она была в близких отношениях с Team Lead'ом и скинула ему статью мою про то, что надо работать на двух работах, перевела ее на английский язык, и мне сказали, что это важно. Мне сказали, что, типа, ты написал эту статью, поэтому ты больше на нас не работаешь. Не потому что ты мало работал, а потому что ты вот написал статью, где ценности компании несколько умаляешь, поэтому мы тебя выгоним. Я понимаю, что вопрос был не про это, а про то, что можно ли настолько сильно выпендриваться, чтобы тебя выгнали. Ни раз такого не встречал. Всегда говорил, что все дерьмово, давайте все переделаем. Мне говорили, да, окей, ничего не переделывали. Всегда повышали зарплату, и говорили, да, хорошо, Антон, работай дальше. Великолепен абсолютно. За токсичность один раз за все вот это время уволили. Вот. А насчет этого национального, ну, мне кажется, они просто, если это ребята с европейскими ценствами, они просто очень аккуратно тебе, ну, типа, не сказали, в чем проблема. Потому что, вот в чем прекрасно, например, культура в СНГ, если ты делаешь плохо, тебе говорят, бро, делаешь плохо. Делаешь плохо. Это никуда не годится. Да, код написан, но никуда не годится. Условия европейская, американская культура, это ок, в целом, да. А потом такие, ухо, гадость. Боже, что за гадость. Да, но они тебе никогда это в лицо не скажут. И ты должен, как бы, вот по костным признакам понять, что не так. То есть все скажут, о, да, окей, супер, гуд, ты все прислал, все есть, да, отлично, вау. А на самом деле, это будет, как бы, вообще полная гадость. Поэтому, скорее всего, просто не сказали реальную причину. А теперь такой вопрос. Ты же понимаешь, что это коррупция? Что ты коррупционер, по факту? Ну, типа, ты занимаешься штукой, ты же обманываешь, ты же в закрытую это делаешь. Ребята не знают, что ты работаешь на второй работе, правильно? Про две работы в кулуарах, а про увольнение, ну, типа, я вот ничего не делал четыре месяца, потом вышла статья, и резко меня уволили, потому что они прочитали статью. Это не было, как говорит, хоть это и правда, этот был не такой случай. Ну, тут тебе виднее, потому что это твоя история. Последний комментарий. Последний комментарий по вопросу, можно ли доболтаться до того, что тебя уволят? Я думаю, что можно доболтаться до всего, что угодно. Не стоит себя ограничивать. Я еще здесь добавлю только то, что прежде чем увольнять человека, вы можете над ним поработать, сказать ему, что ты там бесишь всех. Мне нужно высказываться корректнее. И часто люди обучаемы и понимают, когда им говоришь, что это как раз о soft skill action. Нужно разговаривать, в первую очередь поговорить о том, что происходит, а потом уже увольнять. И что было дальше? Я хотел просто нас пятеро, типа Нурлан там. Да, я хотел рассказать историю, что один раз у меня человек доболтался до того, что пришлось его уволить, но как доболтался, он доорался. То есть он, была история такая, что просто в какой-то момент все сидят, спокойно работают, да, в open space, он встает вместе с еще одной коллегой, они просто начинают друг на друга в open space орать матом. и, соответственно, там стало быстро понятно, ну, что именно этот человек, он виноват в том, что происходит, он, в принципе, создавал, мы уже это обсуждали, токсичную атмосферу в команде на протяжении долгого времени, и действительно, он, когда я начал с ним общаться, как его руководитель, он тоже не пошел по пути исправления ни по какому, и пришлось, да, в итоге с ним расстаться, поэтому, да, разумеется, такое бывает. Давайте на этом и закончим. Да, ребят, сейчас прям попрошу вас сильно не уходить в рассуждение, потому что вы все гораздо, я вас знаю, поэтому вот микрофон. Давайте руку в зал и пойдем где-то вот от самых ближних. Классный открытый стол, спасибо вам. Как понять, что Джун не развивается, ну, то есть, он и тебе создает проблемы, и ты понимаешь, что он не прикладывает должные усилия, как вот понять вот эту грань, что Джун уже все, ты с ним не сработался, до свидания, уходи, пожалуйста. Ну, я начну, во-первых, у меня была история, когда Джун очень хорошо прошел собеседование, вот, а потом этот человек на протяжении всего своего испытательного срока, он час работал, все остальное время пил кофе на кухне, вот, и, причем, итеративные разговоры с ним на тему того, что дружище кажется, можно работать чуть больше, чем час в день. Он такой, я все понимаю, и уходил пить кофе. Вот, с этим человеком мы поняли, что вот так, ну, типа, это понятно, это нижняя грань, когда уже тут все понятно, можно не разговаривать. я думаю, он, да, он ушел, он уволен, да, да, а если серьезно говорить, то на самом деле главное положительная динамика, то есть, грубо говоря, если спустя время ты видишь, что человек никаким образом не изменился относительно своего стартового момента, как он пришел, и не стал лучше делать никакие из вещей, которые он мог бы делать лучше, и в них развиться, то это повод с ним разойтись, наверное, не сразу после испытательного срока, может быть, потому что я, например, бывает такое, что я понимаю, что человек, например, попал в сложную для себя атмосферу, и я ему, ну, типа, неформально, формально это незаконно, я говорю, что давай, типа, еще три месяца, ты тоже будешь, типа, попробуешь все-таки как-то дорасти, но, если что, мы с тобой расстанемся полюбовно, и действительно бывало такое, что люди даже за полгода не могли никаким образом развиться, они понимали, что они просто, возможно, попали в некомфортную для себя среду, у них не получается, и они не развиваются, опять же, это может быть проблема как человека, так и компании, бывает такое, что люди после этого уходят в другую компанию, у них там внезапно все получается, так и бывает такое, что люди, в принципе, понимают, что разработка, это просто не их, это у них не получается. так, знаете, наверное, как мы сделаем вопрос из зала, и отвечает кто-нибудь один из вас, тот, кто быстрее всех, потому что вы сейчас будете, ок, вот, да, который топит за джунов, давай вот сейчас в порядке исключения, добивай. Я просто хотел добавить, что здесь самое важное ожидание, типа у каждого человека в компании есть какой-то индивидуальный план развития, у тебя как у руководителя для него есть ожидание от его работы, которую ты хочешь, ну ладно, должен быть индивидуальный план развития, и ожидание, если через, например, три месяца человек выполнил полностью индивидуальный план развития, но он все еще работает не так, как ты ожидал, значит, возможно, проблема в плане была его развития, если наоборот, типа он там делает хорошо, но от плана немного отстает, то, значит, с ним все в порядке. Ну и у Джинов есть еще, знаешь, типа триггер. Если он один раз, раз за разом делает одну и ту же ошибку, два, три, четыре, пять раз, ну это, наверное, повод подумать. Но опять, если при этом он прекрасно делает свою работу, почему нет? Вопрос в ожиданиях, короче, как мне кажется. Давайте следующий. Спасибо за круглый стол. Вопрос, наверное, такой на подумать. Вот вначале была озвучена мысль, что неважно, что ты там один быстро сделал задачу за день или три, но ты ее сделал без команды, получается. Но, как сказать, я сам считаю, что любая работа лучше командная, потому что там во время споров или еще что-то рождается, правда, истинно, лучшее решение. Но все равно же, наверное, такие люди, которые берут и делают в одиночку, они тоже нужны, потому что как будто есть ощущение, что с приходом, не знаю, там, айджайлов, вот этого менеджмента весь в ИТ стало такое, что мы не разрабатываем продукты, а мы больше разговариваем об этих продуктах, какие должны процессы быть, какие еще что-то. Есть такое ощущение, что качество, может быть, чуть-чуть ухудшается из-за этого, что больше разговоров, но меньше разработанного продукта. Не разговаривая о продуктах, особенно не разговаривая с пользователями, пиляв что-то в уголке, ты не напилишь то, что нужно людям. Эти разговоры, они неспроста берутся, они нужны, чтобы сделать то, что действительно ценно. Вот, а когда у тебя один человек что-то пилит, пилит долго, а то потом его код будет поддерживать невозможно, он станет тебя незаменимым. Здесь тоже, думая о том, что у тебя должна быть какая-то отказоустойчивая система, код должен шариться, его должны все понимать, он должен в общем стиле быть написан, а если один чувак напилил что-то, и это не разобрать, но это будет просто неподдерживаем ни для кого, и никому, кроме него, удовольствия не донесет, ни для его коллег, ни для его работодателей, это не будет хорошо. То, о чем мы здесь говорим, это не отменяет то, что нужно писать код хорошо и на это много времени тратить. Просто должно быть сделано не так, как в России иногда, смещено только в сторону разработки ради разработки. Дальше. Спасибо за дискуссию. Вопрос следующий. Представьте, что вы взяли в команду разработчика, он устраивает по техскиллам, по хардскиллам. Вроде бы парень не токсичный, вполне добрый, но он такой типичный интроверт, а-ля разработчики из нулевых годов, и в будущем это доставляет некоторые проблемы. Вы пытаетесь его развить, ходите на какие-то командные встречи и так далее, но ничего не получается. Какие ваши действия в этом случае? Что с ним вообще делать? Илья? Я просто не очень вижу. Илья по вам, да? Правильно? Нет, Иван. Иван. Ну, вот видите, я уже не прав. Да, и мне кажется, что здесь мы уже попали в ошибку найма. Ну, то есть в целом мы ошиблись еще на этой стадии. Да, это один из вариантов, но если показалось, что найме... Чуть-чуть ближе к лицу, то что вы попадаете, Иван? Человек, в принципе, был скромный, был закрытый, и возможно, казалось, что он откроется, а он не может открыться. Слушай, ну, да, вот тут ребята уже там на шоке, такие, ну, по песням пива, типа, да, и это, возможно, поможет, да. У меня вот есть опыт, к нам пришел парень работать еще лет восемь, наверное, назад, лет восемь-девять, вот, до сих пор работает, все круто, очень хороший эксперт, но вот ему всегда было тяжело, ну, вот, именно общаться с людьми, там, да, и вот реально, то есть, если он что-то, например, не понимает, ты к нему подходишь, он прям такой, как, знаете, вот эти вот в мемах козы, которые бле, и она такая, левенеет и падает, вот. Вот это вот примерно его реакция, он сам об этом шутит, он прекрасно понимает, при этом, вот мы собрались такие, вот сидит, молчит, вот чуть-чуть выпил пиво, и все, душа компании. Что-то уходишь, он там, открывает пиво, он, ты уходишь, возвращаешь, проходит, ну, так вот, а я вам что говорю, ребят, вообще не поверите, в этом сериале, и он просто, ну, стоп, начинает еще прекрасно вещать, может, лежать часами, ну, вот, есть какая-то проблема. Не знаю, можно, например, об ней откровенно поговорить, выпить пиво, предложить сходить, там, может быть, даже, ну, к психиатру, потому что я на что-то замыкаю от тебя. Комментарий от Антона, да, ты хотел. Нет. Еще можно добавить, если у вас команда вся работает удаленно, и попить пиво с ним как бы нереально, в принципе, то что вы будете делать? Да нет, ну, правда, ну, ты ожидаешь какого-то секретного ответа, но, к сожалению, его нету, ну, то есть, типа, это значит, что мы провалили найм. В этапе найма мы хотели бы с ним пообщаться, особенно, если это ремонт, фулл-тайм ремонт, да, то есть мы никогда не увидимся, там, на одном корпоративе в год, мы должны с ним пообщаться, мы должны понять, что этот человек умеет высказывать свое мнение, он открыт. Если он будет сидеть и молчать, пилить у себя в уголке, к сожалению, ну, вот, это не вариант для фулл-ремонта, потому что мы просто не будем понимать, чем он занимается. То есть он придет через неделю, скажет, а я вот все это время что-то пилил, у меня ничего не получилось, ну, и бизнес, получается, что провалится из-за него. Если этот человек неудаленный, и у вас есть возможность, там, время, деньги над ним поработать, то стоит его раскрывать, помогать ему выходить из зоны комфорта, там, вначале на внутреннем этапе что-то рассказать, потом отправить на конфу. Вот, и это помогает начинать говорить и становиться более общительным и уметь формулировать мысли. То есть можно интровертных людей выводить из зоны комфорта, можно им ставить такие цели, это вполне успешно может получаться. Мастер над софтскиллами. Я просто в корне не согласен со всем, что до этого было сказано, просто люди, которые, в принципе, в корне интроверты, которым некомфортно общаться с людьми, не нужно из них пытаться сделать экстравертов. Это самое главное. И то есть если такой, у таких людей тоже для них есть место в индустрии и в компаниях, потому что довольно часто я встречал, когда мне нужно, например, быстро взять и закрыть какие-то таски на полгода ближайшие в компании, я при этом понимаю, что какой-нибудь такой вот прям суперзакрытый олимпиадник возьмет и мне сейчас все это быстро сделает. Да, он, возможно, не вольется в команду, но при этом сейчас потребность мою он закроет. Он прекрасно может работать, даже с учетом того, что он будет работать молча, он не будет со всеми ходить пить пиво, играть в бильярд. И понятное дело, что можно, конечно, этих людей пытаться раскрывать каким-то образом с помощью, опять же, алкоголя и так далее, но ты не будешь все время человека держать под алкоголем. Это просто странновато. Вот. Да, поэтому тут просто важно, что такие люди, они действительно есть, для них есть место, и просто важно подбирать под них команду, если у вас есть такая возможность, в которых им будет комфортно. Потому что есть команда, где, например, может быть там условно пара интровертов, несколько экстравертов, и им будет вместе комфортно. Есть команда, где, например, все интроверты, они все просто сидят молчат, но у них есть какой-нибудь хороший один темлит, который полностью их всех там грамотно раскрывает в нужный момент. Тогда да, оно работает. Все, спасибо. Все, 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 все. И последнее. Тихо, тихо, тихо. Все, одно предложение. Если повысить доверие в команде, будет комфортнее, и будет больше раскрываться. Команда в целом. Максим, следующий вопрос. Последнее предложение еще. Нету вот, тут интроверты, тут экстраверты. Все люди, они где-то в процессе. И людям важно дать что-то попробовать. Я еще не встречал такого человека за 10 лет карьеры, который был бы таким интровертом, что вообще говорить не может. Окей. Следующий вопрос. Спасибо за ваши рассказы. Это было очень интересно, познавательно. Единственное, я уловил легкую ошибку выжившего от публичных личностей. Почему мы игнорируем проекты, на которых не надо большие команды. То есть мелкий аутсорс, мелкие стартапы. Где-то в принципе там один-два человека работают, и не столько важно развивать софт-скиллы. Мы игнорируем проекты с Legacy, где надо кинуть человека на проект, и главное, чтобы он был стрессоустойчив, а не то, что он умеет разговаривать. Ну и в принципе, да, не стоит отрекаться от людей, которые не хотят развивать софт-скиллы как прокаженных, потому что трансгендеров мы такие, окей, просто человек. А человек не хочет развивать софт-скиллы, мы такие, не, он плохой. Мы его зря наняли, надо его уволить. Мы опять возвращаемся к тому, что трансгендеры чавкают. Мы так, во-первых, мы так не говорили. Если человек не хочет развивать софт-скиллы, пусть не развивает. Вопрос в том, что тут очень важно, что именно в разрезе карьерного роста, пока человек сам не поймет, что ему для того, чтобы расти дальше, нужны будут софты, можно вообще от него отстать и его не трогать. Пусть просто работает с хардами. Просто в определенный момент этот человек поймет, что он тыкается в некий стеклянный потолок, выше которого без развития софтов он уже не пробьется. Потому что тех софтов, которые у него есть условно базисно на уровне просто обычного в жизни человека, ему уже их не хватает. До этого момента прекраснейшим образом, действительно, если нам нужен там джун на поддержку, который будет делать какой-нибудь скучный код и заниматься просто фиксом багов на протяжении года, туда прекрасно ложится какой-нибудь обычный джуньер-разработчик, ничего от него не нужно, и он спокойно там может работать. Поэтому я всегда считаю, что главное вообще, вот мы про софты разговариваем, пока сам разработчик не приходит к тому, что ему нужно развиваться в разрезе софтов, не нужно в него это пихать и пытаться его этим накормить. Так, по одному. Что из фразы говорим по одному? Непонятно каждому. Да, типа того. Я просто взял микрофон. Да, давайте последний вопрос. Последний вопрос. Ну, видимо, уступить даме. Считается, что собеседование – это кастинг с двух сторон. То есть мы выбираем компанию, компания выбирает себе человека. Если компания обращает внимание на софт-скиллы и на тишебность, то на что обращать внимание при выборе компании? Ну, что-то такое нестандартное. Я бы сказал так. А ты что хочешь? Вот на то и обращай внимание. Хочешь, чтобы все были такие очень-очень мягкие и классные, да, и ходили там с ромашками, вот эти дети цветов? Ищешь детей цветов? Хочешь жестких математиков, которые там очень круто разбираются во всяких там сложных штуках, в программировании, олимпиадников? Ну, ищешь таких? Нас же мерить-то по себе. Как и компания. Она такая, вот мы такие, да? Вот нам прям важно, не знаю, пить пивко, шутить в социальной шуточке. Успокойся, пожалуйста. Например, да, ищешь таких же, да? Приходит чувак в костюме, такой, блин, ему так будет плохо с нами, и некомфортно, ему не понравится. Ты говоришь, нет, да? Ну, и наоборот. Если ты приходишь, а там компания вся в костюмах, а тебе нравится ходить, ну, там, в шортах, в джинсах и так далее, и вообще, типа, ну, вот так, да, ну, то ты не выбираешь это. То есть ты выбираешь, что же тебе комфортно, в этом же есть смысл. Чтобы работа не была работой, а было коммерциализованным хобби. Что на работу шел такой, е-е-е-е, будет клевая работа, вообще что-нибудь, там, клевая наверчу с утра, да, там, идешь у того, уставший, такой, фух, вот это был классный день. А не так, чтобы ты, знаешь, идешь на работу, такой, ну, сейчас будет восемь часов, абсолютно не нравишься мне, ну, типа. Подожди, подожди, не надо про свои фантазии. Ну, у меня так всю жизнь вообще-то происходит. Да-да, как этот, как мем с... А музыка играет в голове, вот еще? Да, в наушниках, через наушники. Нет, так не считается, надо, чтобы голове... В общем, короче, да, то есть цель же какая, на самом деле, вообще, когда мы выбираем работу, чтобы работа бросила удовольствие, быть счастливым в жизни, да, и делать то, что тебе нравится. Все, ты, наверное, знаешь, что тебе нравится, может быть, что-то не сформулировано. Сядь, порефлексируй, положи перед свой листок, что мне нравится, с каким типом людей я хотел бы работать, с каким типом людей я не хотел бы работать, с кем я даже, ну, в поле не сяду, да, там. Понимаешь это, да? Чем я хочу заниматься такой? Не, вот там, наверное, маркетплейсы – это то, что я люблю, мне нравится, интересно. Метрики вот это вот все. Например, я ненавижу маркетплейсы, не хочу продавать. Хочу что-то. И когда ты вот так порефлексируешь, потом посмотришь на себя, тебе будет очень интересно прочитать, что там будет написано. И ты такая внезапно, а, так вот, что мне нужно, да, и все. И вот идешь, выбираешь компанию, которая тебе по духу. Потому что есть проблема, что все-таки Google – это очень интересно, да в Google – это отвратительно работать. Там нужно быть человеком вот этой культуры, иначе тебе будет отвратительно, да? Или ты понимаешь, что тебе нравится, что все было строго, четко, по полочкам, без двойственности. Гасуха. Тебе будет суперкомфортно, потому что там околоармейская модель, но тоже не везде. И ты выбираешься, что тебе, как тебе по-армейски, тебе дети цветов, тебе там, ну, эти, как они там… Короче, больше к уличной культуре или больше воротничковой, да? Вот это для себя почувствовать и искать именно этого. Все остальное – это будет навязано снаружи. Я сейчас скажу, ищи, например, там, уличных вот этих вот бродяг, которые все такие там на скейтах катаются, туда придешь, и тебе не понравится, потому что это будет не твое, это будет мое. У тебя нет ощущения, что он на работу тебя к себе зовет, нет? Или может тебе пивка просто вечером не с кем попить? Обычно ты на собеседении уже понимаешь, что твои люди или нет. Ну, кто тебя собеседует? Как они о своей компании рассказывают? Как они задают вопросы? Как тебе потом комментируют твои ответы? Дают подсказки, когда у вас закончилось собеседование, что стоит подтянуть? И ты понимаешь, что вы это люди или нет? Вот, ну, и можно поизучать компанию, там, посмотреть на их инстаграм и социальные сети, о том, что они из себя представляют. Перед тем, как идти на собес, ты эту компанию серьезно рассматриваешь. Слушайте, ребятки, у меня есть еще, да, можно передать микрофон, прекрасная новость. Один вопрос, один ответ. Один вопрос, один ответ. Нет, но у нас, оказывается, есть еще немножко времени. Да, я хотел добавить, если совсем вкратце, то, что говорил Глеб, для меня всегда работало, вот если я вышел в собеседование с улыбкой, то, значит, произошел некий мэч с теми людьми, с которыми я проводил, у которых я проходил это собеседование, значит, можно с ним продолжать разговаривать. Все. То есть вот если у тебя после собеседования вот некой улыбки, там, не знаю, ну, не визуально, там, а на душе ее нет, то просто не нужно продолжать, и все. Не хочется, да? Вот не надо, надо, чтобы хотелось. Вот тогда все. Да? Ну и кроме того, короче, по ходу дела один вопрос, один ответ, с вами так не работает, поэтому я вам буду говорить, пацаны, говорите все, все сразу давайте говорите. Да, и следующий вопрос. Нет, кстати, я договорю этот вопрос. Я тут понял, что вот руководители, которых мы нанимали с рынка, они выращивали сами, там матч всегда был после разговора за жизнь. Ну, ты поговорил с ним часть за жизнь, и все, он твой, ты его готов нанять, еще не собеседуя по этих хардскиллам. Если такая ситуация, ты, Джун, ты такой ходишь на работу, все классно, все устраивает, 8 часов счастья, уходишь домой счастливый, потом в определенный момент приводит сеньора, который чавкает, и абсолютно без софт-скиллов. Как жить дальше? Поговори с ним, если нет, то бежать, мне кажется, потому что это путь в депрессию, это легкий вход в депрессию. Пивко. А я не знаю, что это значит. Как так? Нет, понятно, типа, честно, открыто поговорить, ну, как с людьми, а как еще, да, вот, например, прийти к Эчару, например, да, вот, если он, значит, он сложный парень, вот, он не воспримет это, да, может, прийти к Эчару, сказать, слушай, тут такие дела. А у нас сеньору не приводят? Встреча, у нас, мы слушаем в команде, семь человек, говорят, а вот у нас такой парень в университете, который сенчатал, который, да, мы его слушаем, и приходит делать, ну, это просто, а как этот сеньор попал к вам? Его привели. Привели, откуда? Ну, видимо, за ручку из института привели, походу, он же самый классный был. Не, ну, из соседней команды привели. Ну, наверное, его привели из соседней команды, потому что там он никому не понравился. Вот, ну, тут просто суть в том, что если это не решается... Обычно как происходит? Ну, классическая история. Если ты разработчик, тебе некомфортно со своим там сеньором, лидом и так далее, ты разговариваешь сначала с ним напрямую. Если этот разговор не может увенчаться успехом, ты идешь к его руководителю, разговариваешь с ним. Или если ты не можешь получить доступ к телу его руководителя, ты идешь к своему руководителю, чтобы он поговорил с его руководителем. Если это один и тот же человек, вообще замечательно. И все, эта проблема решается. Потому что если соберется... Ну, или не решается. То есть если соберется, как минимум, там несколько человек, которые наверняка придут и скажут, что этот сеньор на самом деле из команды в команду ходит и создает некомфортную для остальных атмосферу, то в следующий раз его руководитель его не в другую команду сунет, за ручку приведет, а просто уже за ручку выйдет на улицу. И всем будет комфортно. И тут, кстати, не стоит этого бояться, потому что не то, что я такой мягкий и нежный пошел жаловаться, а это как бы, ну, импакт в бизнес. Что он приходит, что-то дезраптит, всем не нравится, есть такой неприятный. То есть бизнесу от этого плохо, а ты просто даешь обратную связь. Ну, типа, поэтому я бы не сказал бы, что это что-то плохое, да? Следующий. Привет. Спасибо. Интересная дискуссия. У меня такой похожий вопрос был, как у девушки. Но я понимаю, что это все очень-очень индивидуально. подходит ли тебе команда, правильно? Вот, но вопрос такой. В микрофон. Что задать? Какой вопрос задать команде или компании, которая вот точно вот для тебя, ну, кто возьмет инициативу отвечать, покажет, хорошая эта команда или нет? Какой-то вопрос обязательно задашь. Смотри, то есть ты имеешься, как проверить, что эта команда моя? Да, да. Честно, сердечком. Вот смотри, давай так, ты приходишь в компанию знакомых ребят. Он имею в виду конкретно. Нет, 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 давай конкретно, потому что, смотри, у меня так опыта большого нету, и я не знаю толком, что я хочу на самом деле. Я хочу послушать тебя, например, да, как более опытного человека, что ты ищешь, и какой ты вопрос задаешь обязательно в команде. У меня нет ни одного, ну, вот конкретного вопроса. Я просто прихожу, и мы вот очень быстро, понятно, за пять минут, вот твои и твои ребята. Ну, вот реально там. Услово говоря, я там как-то пошел знакомиться в банк. Ну, только не как найм, а там, ну, типа, компания, мы там, как подрядчик пришли знакомиться. Я думаю, блин, банка же такая. Ладно, пойду схожу, посмотрю, что там. Захожу, там чувак сидит в футболке Iron Maid, он такой, о, здорово, я такой, о, здорово, все, мне все понятно. Мы колтерфит прям вообще в десна. Да? И мы теперь годами дружим, потому что, ну, реально, типа, и майнцетом, колтерфитом и так далее. Был ли это вопрос? Да? Например, нет. Но вот, например, вот ты приходишь, и ты просто понимаешь, вот свой не свой чувак. Ты интуитивно понимаешь. А на любом случае произойдет, то, как формулируют, то, как тебя приветствуют. Банально, Глеб Андреевич, здравствуйте, а вот вы не скажете, и вот все так натужно, так неестественно, я с вами работать просто не смогу, вы не мои. Потому что у тебя джинсы целые? А? Потому что у тебя джинсы целые? Например. Потому что вообще-то не джинсы, а брюки, еще и заутюженные. Ну, что это такое вообще? Где таких взяли? Выпускайте моего дежурного пса! А, о, история. Как-то раз. Звонят, ну, мы, то есть в офисе, ну, тише, 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 возбудился, подожди. В офисе. Значит, иду по офису, звонок в дверь. Открываю. Там стоит какой-то взрослый мужик. Он говорит, здравствуйте, я вот на собеседовании к Никите. А Никита, чувак, 25 лет, как бы, эээ, вот это вот все, угорает, бегает, тусовый. Такой странно как. Ну, проходите, пожалуйста, может, там кофеечек и так далее. Вот Никита там. Он уходит, как-то странный мужик взрослый. Ладно, ушел. Он взрослый мужик, мне 33. Ушел. Что-то там поработал, сказал, покурил. Этот мужик уходит, такой, Никита, а что это за мужик был? Какой мужик? Ну, вот там вот этот мужик. Ему 25. Я говорю, что? 25? А он говорит, ну, да, он вообще молодой. Почему я его почувствовал мужиком? Он в костюме, не в модном костюме, просто в костюме, вот, с этим, с портфельчиком, с какой-то вот этой фуражечкой, да, вот этой кепочкой. Ну, совершенно не моей культуры, да, и я, естественно, ну, как бы, у меня уже настает то, что здравствуйте, да, сразу дает отрицание, да, и вот тот пример, когда колшо-фит не случился. И я еще думаю, ну, Никита, ты же его уже не возьмешь. Либо мы его испортим здесь, да, ну, своей культурой обмажем, либо, ну, как бы, ему будет некомфортно в целом, да, потому что кто-нибудь, что-нибудь где-то поругается, там, да, например, принято, да, условно нормально, если не перебарщивать, да, если грань, а его все перекорежит. Или там, не знаю, все такие веселые тусуются, а он с комплексованными по-другому. То есть он уже не подходит. Вот. И тут не нужно ни слов, ни вопросов. Сразу все видно там вот. Можешь, не хочешь, не больше. последний комментарий давайте. И последний вопрос. Можно еще прокомментирую твой комментарий, что я не согласен с тем, что стоит нанимать супер одинаковых, похожих на тебя людей. Хочется, чтобы люди были разные, там, и экстраверты, и интроверты. Просто есть какой-то, там, фундамент общения, что мы здесь так общаемся, и там, если мы материмся, то всем будет окей, что мы материмся. Но люди должны быть супер разные, тогда будет больше классного эффекта взаимодействия, то, что есть разные взгляды. Вот ушел уже, микрофон ушел уже туда, и это последний вопрос, ребят, на сегодня. В рамках карьерного развития, как найти или там сохранить баланс софтовых и хардовых скиллов? На самом деле, очень просто, мне кажется, если мы говорим про разработку, то почти всегда идет фокус на хардах, поэтому, если ты хоть немножко, какой-то процент, то есть хардами ты в любом случае всегда будешь заниматься, но при этом, если ты хоть какое-то количество времени отщипнешь на софты, считай, вот уже, насколько тебе, сколько ты можешь отщипнуть, вот тебе и баланс. Ну, то есть, потому что у нас, в принципе, в индустрии принято, что харды мы так или иначе развиваем, потому что без того, что там угнаться за хайп-трейном, несущегося стекотехнологий вперед, невозможно, в принципе, сейчас как-то успешно разрабатывать, поэтому харды ты и так будешь развивать, просто чуть-чуть уделяй время софтам и не забывай про них, и все. Хорошо, благодарю. Да, тут важно дать совет, запрашивая обратную связь, вот что тебе там, обычно есть циклы в компаниях, там полугодовые, годовые ревью, спрашивай, чего тебе не хватает, если люди пишут отзывы, что ты объясняешь так, что никто ничего не понимает, тебе надо качать софты, если тебе говорят, что ты плохой код пишешь, тебе надо качать харды. Полезно спрашивать у людей вокруг, что тебе не хватает, а что нравится, и тогда направлять себя. Да, хорошо, понял, благодарю. Так, пацаны, если мы... Маленький вопросик, бинарный. Что лучше или хуже, когда пахнет от программиста или от его кода? За ковырочкой вопросик. Я на самом деле, я не буду отвечать, ну, потому что понятно, что от программиста, но я хотел сказать, что мы все говорим, что вот это софт-скиллы, харды важно, но, ребята, не забывайте, что на самом деле важно, от чего по кайфу вам, потому что, если будет компания, будет вам повышать зарплату только за то, что вы классный в софт-скиллах, вам вот прям противно, вот вам не хочется ни с кем общаться, вот вы, конечно, сможете, но вам не надо это, вас всегда наймут за большие очень деньги, как хардового специалиста, поэтому главное, живите по кайфу, пейте пивко, ну, и развлекайтесь, потому что, ну, менять себя под общество, это полезно до определенной грани, если вы понимаете, что вам нужно целиком стереть свою личность, переписать ее под абсолютно новый стандарт, который вот там надо не носить, как-то брюки со стрелочкой, да, носить порванные джинсы, а вам вот не по кайфу это, вам 10 лет нужно, чтобы избавиться от этого, забейте на это и ходите просто интровертом, пробуйте олимпиадникам Андрею задачи за полгода, и вам будут платить много денег, ну, типа, не забывайте, что есть такой бэкдор у всей этой системы. Если успеваем прям разыграть за минутку, я пускаю последний вопрос. Ответим, да? Ребятам же еще ответим. Да, я очень быстро отвечаю. И ты вообще молодец. Давайте последний. Вопрос про мышку понравился. Какие еще вот у вас есть какие-то собственные вопросы на интервью, которые вам очень много дают понять о человеке? А можешь руку поднять, плиз? Ты хочешь ответить или просто так вот? Тест рыбой. Тест рыбой. Мы задаем вопросы HR-ам. Представь себе ситуацию, что это можно задать как вопрос для компании, чтобы проверить, например, как с тобой будут общаться, так и если ты нанимаешь кого-нибудь, кто там HR, темлит, кому придется работать с людьми. Представь себе ситуацию, один очень ценный сотрудник, который выполняет много работы для компании, каждый день на обезд ест вонючую рыбу, от которой бестится вся остальная команда. Как ты собираешься решить эту проблему? Или наоборот, как вы собираетесь решать проблему, что я тот сотрудник, который будет жрать то, что остальным не нравится? И чавкать. Ну, не важно уже, чавкать или нет. Я не сказал, что это полезное, просто спросили, какой вопрос, я ответил. Опять быстро, да? Опять быстро, поэтому, Максим, вот третий ряд, молодой человек в белой футболке очень прям просил. Я все вижу, я все помню. Влад Убрир. Мы в следующей ситуации, если человек оказывается не в своей команде, и у него есть выход, как уйти, или найти там свой коллектив, а что делать, если есть две команды, одни такие чуваки в футболках Iron Maiden, и у них все прикольно, все софтовые, а другие белые воротнички, и мы в одной организации, и когда начинаются кросс-функциональные задачи, между собой они подружиться не могут, при этом как бы задачи на три команды не решают отдельно, ну, по отдельности идеально. Что делать в такой ситуации? Прийти к их руководителю, где-то есть руководители для разработки, и спросить, бро, а тебе нормально вообще, что у тебя вот это разношерстное, что на столка типа, и давай придумаем, как это решать. Ну, я всегда говорю, надо апеллировать к общим ценностям, возможно, может быть, целям даже, лицензиям компании. Если вы хотя бы с ними согласны, это будет вашей платформой принять решение. Вот ты, не знаю, ты ватерфольный, я скрамный там, да, ты заяц, я волк, знаешь, ну, типа, условно говоря. Я смотрю, ты меня уже апассадором пиво сделал, да? Ну, так вот, и, так давай хотя бы, ну, там, неважно, какими процессами работаем, мы же как, наша задача закоммититься на какие-то просто реперные точки, в которых я что-то сделал для тебя, то есть ты что-то делаешь для меня, давай только об этом обсуждать. Ну, закрой глаза наше разнообразие, unity diversity, вот это вот все, и просто, ну, типа, поработаем вместе. А не то, что вот фу вы, а вот мы, они такие, да нет, это вы фу, а мы его, да, и начинается уже, а, вот, типа такого нет, третьей стороны, которая и пиво не пьют. И очень люблю такую, что вот, когда ты берешь класс, делишь пополам, ну, что-то там, получается, типа, две команды, хотя вроде бы это то, что были одной командой, одним классом. И у тебя начинает работать социальный механизм, который проявляется в двух проявлениях, в двух проявлениях проявляется. Первое, это внутригрупповое, внутригрупповое предпочтение, то есть я всегда предпочту, например, неважно, какой выбор сделать, но внутригруппы свое, это мои половины класса. А второе, у меня всегда будет межгрупповая неприязнь, вот это фу, это вот они, это вот мы, вот наша команда, вот их. Вот мы пошли играть в футбол, и уже там все, уже показываем пальцы, там что-то вот это вот все, потому что мы начинаем конкурировать. И вот нужно с этой конкуренцией поработать и как-то избавить, сказать, что нет, мы вообще, вот мы и насальто едины. И вот я бы туда апеллировал. А тот быстро не успел. Можно последний вопрос вот девушке дать в синем? Спасибо. Здравствуйте, спасибо за дискуссию. У меня был такой вопрос, вот исходя из того, что вы сказали, софтскиллы важны всем, иногда можно даже пренебречь хардскиллами в пользу софтскиллов. Значит ли это, что если менеджер, человек, у которого очень много скиллов, может легко переквалифицироваться в любого разработчика в IT? Потому что у него как бы есть и какое-то общее понимание там многих процессов. Смотря на сколько сильно ты утонул в пучине менеджмента, потому что чем больше ты из-за того, что, ну, опять же, нет супергероев, у которых когнитивная нагрузка на мозг может быть бесконечной, у тебя в какой-то момент обилие софтов и в принципе другие задачи, они начинают атрофировать твои технические навыки. Поэтому условно я как человек, там за себя могу сказать, который не писал код уже там лет пять и не видел код, кроме как в своих презентациях в шоуаре уже года два, я вот сейчас не смогу вернуться разработчикам никуда, потому что у меня уже софты и управленческие навыки, они условно переписали мои технические навыки. Плюс опять же я бесконечно отстал уже от поезда разработки, которые несется вперед, поэтому мне кажется, что скорее нет, не получится. А если не сильно, вот настолько сильно? На это ответит Антон. У меня нет ответа, у меня просто миниатюра, покрась, пожалуйста, кнопку «Надо делегировать», «В календаре встреч создать». Какой был вопрос? То, что говорит Андрей, в американских культуре называется «use it or lose it», типа «Либо ты это используешь, либо ты это теряешь». Поэтому да, что-то атрофируется на самом деле, когда ты садишься на выходные, что-то пописать, прекрасно все получается. Просто давно это не делал. Насчет того, что значит ли, что у меня полно софтов, то я быстро стану на разработчик, ну конечно же нет. Мы говорим о том, что мы выбираем софты на собесе, иногда шахарды тянутся, а ведь и на быстрее. Вот подтянуть софты, это прям вопросики, не каждый можно. Один можно, объяснив за день, просто человека поменять, как он начинает говорить с людьми, потому что он просто понимает какие-то континентные процессы внутри головы его собеседников. А какие-то, ну как бы они нерешаемы. А все харды очень легко решаемы. Поэтому такой, о, 70% есть хардов, но зато есть 100 софтов, я тебя возьму, эти 30 мы за 2 недели, за месяц покроем. Ну там, условно. Поэтому есть такой выбор. Ну и конечно, все может переобуться в разработку в целом. Все, все, все. Там не нужно быть одаренным. Серега, Серега, пивко, пивко, Серега. Все, все. Все, итак. Уважаемые спикеры, у нас есть еще одна задача и начнет Назаров Антон. Пожалуйста, выбери лучший вопрос. Мне очень понравился человек, который спросил, вернее сказал, что у нас у всех ошибка выжившего, мы сильно выпендриваемся и не учитываем кейсы. Он был прав. Если тебе нужна колонка, ну типа махни рукой. Я надеюсь, что тебе нужна колонка. Вот, да, он победил. Отлично, поздравляю. Подойдешь, хорошо? А для призера нашей ХУ я выбираю вопрос, про вопрос, который вы спрашиваете на собеседованиях, чтобы понять. Вот, тот молодой человек. Класс. Запейте пиво. Его нет. Нет такого вопроса. Так, ну что, спасибо большое всем, что пришли. Еще раз давайте, если кто не знает, поприветствуем и попрощаемся с нашими болтливыми спикерами. Прекрасными ребят. Спасибо большое. Шутки шутками. Получилось классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова